Друзья, всем большой привет! Сегодня я вам расскажу про уникальный советский автомат ТКБ-059, разработанный Коробовым Германом Александровичем. Я думаю, что вы уже заметили его отличительную особенность – наличие сразу трех стволов. Зачем понадобилось идти на подобные ухищрения? И что стало с данным образцом вооружения? Давайте разбираться. Трехствольный автомат изначально назывался прибор 3Б. Герман Коробов создал его в 1962 году в Тульском конструкторском бюро. Некоторые детали в его конструкции были заимствованы у автомата Калашникова, что позволяло значительно упростить и ускорить разработку. Через несколько лет на базе прибора 3Б Коробов создал новый трехствольный автомат ТКБ-059. Главное его отличие от прибора заключалось в улучшении массогабаритных тактико-технических показателей путем отработки технологии и изменения отдельных узлов оружия. В основу конструкции автомата положена схема Bullpup. Подобная компоновка позволяет увеличить длину ствола, не увеличивая при этом общую длину и массу оружия. Все это способствует улучшению характеристик по дальности и точности стрельбы. Рассказывая про прибор 3Б и ТКБ-059, нельзя не упомянуть так называемую концепцию Сальва, которая активно разрабатывалась в Соединенных Штатах в 50-х годах. Согласно данной концепции, предлагалось вести стрельбу залпом из нескольких пуль или короткой высокотемповой очередью с контролируемым рассеиванием. Все это должно было повысить вероятность поражения цели. По сути, такая залповая или автоматическая стрельба должна была стать заменой прицельной стрельбы одиночными выстрелами и компенсировать ошибки солдата, допускаемые во время боевых действий. В СССР за подобными веяниями следили, и автоматы Коробова далеко не единственные советские разработки с несколькими стволами. Конструктор добивался сверхбыстрой очереди, при которой отдача от выстрелов не успевала бы отклонить ствол, что повышало кучность стрельбы. Три подвижных ствола на одном лафете были призваны решить данную задачу. Запирание каналов стволов осуществлялось единым клиновым затвором. Питание шло из оригинального трехсекционного магазина на 45 патронов, который при стрельбе также двигался вместе с приемником и блоком стволов. Благодаря этому отдача из трех выстрелов воспринималась относительно комфортно, хотя автоматы разрабатывались под патрон 7,62. Трехпульный залп совершался за 0,1 секунду, что позволяло добиться темпа стрельбы в 1400-1800 выстрелов в минуту. Огонь из трех ствола Коробова ввелся залпами по три патрона или очередями. Конструктору удалось добиться высокой кучности. Вот как описываются результаты испытаний в отчете о разработке ТКБ 0,50 59, хранящимся в архивах Тульского музея. Опробирована возможность создания залпового автомата с приемлемыми характеристиками по весу и габаритам. Получены результаты кучности залповой стрельбы, существенно улучшенные в сравнении с АКМ. Тем не менее, несмотря на неплохие характеристики и показатели, автомат Коробова так и не получил дальнейшего развития. Войска уже имели на вооружении АКМ, поэтому не было необходимости переоснащения на новый вид стрелкового оружия. Также военные отметили невозможность стрелять одиночными или очередями произвольной длины. Сказалась также специфичность конструкции, сложность снаряжения магазинов и обслуживание автомата. Однако Коробов потрудился не зря. Он проработал концепцию стрельбы короткими очередями с контролируемым рассеиванием. Ее в 70-х использовали при работе над созданием Абакана.